Великой Отечественной войны Но только память о прошлом жива Эту боль не забыть нам с вами Противники напали на союз без предупреждения О начале войны люди узнали из речи Молотова Это произошло 76 лет назад, 22 июня 1941 года Теперь ежегодно этот день отмечают памятными митингами Он официально внесен в календарь как день памяти и скорби В этом году день памяти по-особому решил отметить Сбербанк И подарить всем жителям и гостям Владивостока Бесплатное посещение одного из главных символов Приморской столицы – подводной лодки С-56 Акцию организовали совместно с Военно-историческим музеем Тихоокеанского флота Дни открытых дверей в музее подводная лодка С-56 Будут проходить в период с 22, 23 и 24 июня Каждый желающий с 10 до 18 часов сможет посетить этот музей совершенно бесплатно Таким образом сотрудники Сбербанка решили почтить память погибших в войне Которая началась с 22 июня 1941 года С-56 – легендарная подводная лодка Она первая в Советском Союзе совершила уникальный переход И обогнула земной шар А за время войны ее 19 раз объявляли погибшей Сегодня некогда боевая подлодка – это музей из семи отсеков Каждый из которых представляет отдельный зал с оригинальной композицией Наибольший интерес у посетителей вызывают последние три Они сохранены в том виде, который имели во время войны Эта лодка является практически лидером по потопленным кораблям Поэтому, как говорится, очень много наград И она гвардейская, краснознаменная Таких кораблей было всего четыре На всех лодках Советского Союза По примерным подсчетам, обычно за день С-56 посещают почти 500 человек Благодаря совместной акции музея и Сбербанка Организаторы рассчитывают, что за три дня субмарину смогут посетить около полутора тысяч человек Которые побывают здесь впервые или освежат в памяти историю С-56 Ему понравилось возле штурвала, очень здорово Потом в этот пенископ, ну смотрел, понравилось, конечно, очень все Я рада Мне очень понравился машинный отдел И мы пока шли, узнали много историй об этом судне Поражает, насколько было тяжело участникам экипажа передвигаться между ними В подводной лодке мне больше понравился механический отдел Так как данная обстановка помогает почувствовать в себя непосредственно участникам события В первый день акции свободного доступа в С-56 в музее побывали гости из Арсеньева, Хабаровска и других городов Не говоря уже о жителях Владивостока Свободный вход в подводную лодку открыт до 24 июня Организаторы акции надеются, что таким образом люди станут ближе к истории Ирина Макарецова, Дмитрий Сухоруков Новости на Восьмом